Отчетно-выборная конференция Рыбнинского союза защитников Приднестровья прошла в не совсем обычном режиме, в присутствии высоких гостей и с бурным обсуждением отчета руководителя организации. В создавшихся условиях кризиса исполком за прошедшие три года по возможности решал насущие проблемы защитников в целом, как, например, вопрос по установлению участников боевых действий в ПМР, а также улучшению их жилищно-коммунальных условий. Исполком продолжает работа по обследованию жилищных условий всех членов организации и их социального положения и состояния здоровья. Исполком союза поставлена задача выявить всех нуждающихся в улучшении жилищных условий, направить их в жилотдел Рыбнинской госадминистрации на регистрацию, в год на очереди участников боевых действий на улучшение жилищных условий. К сожалению, эта работа проводится скорее пассивно, чем активно. Жилищный вопрос остается одним из самых трудных для организации. Исполком и дальше будет стремиться искать возможность улучшения жилищных условий, членов организации. Большую работу проводил Союз защитников по военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также установки мемориальных памятников в школах города и района. Уже пятый год очень хорошие результаты работы у комиссии по патриотическому воспитанию молодежи, управляемой Шипитко и Гэр. Проводят живую работу с молодежью. Результат этой работы, вероятно, может рассказать руководство Рудинского управления народного образования и всех школ, город и районов. Ежегодные мемориалы памяти погибших защитников ПМР, учрежденные исполкомом Союза с апреля 2006 года, проводятся во всех 38 школах и двух колледжах города и района по согласованию судов и руководством этих заведений. Практически ежемесячно исполком проводят 4-5 мемориалов. Это немало и требует усилий всех членов исполкома. Обсуждая отчет, участники общественной организации отметили, что многие вопросы решаются неоправданно долго. Также был высказан упрек в адрес Республиканского Союза в отсутствии взаимодействия с региональными союзами. Сегодня работа с Республиканским Союзом очень сложная. Я хочу сказать, не то что сложная, вот мы на исполкоме Алексея Горгиевича говорили, куда документы? Отправили Республиканский Союз? Где там? Почему? То есть нету какой-то координации. Вот это не... Все обратные связи. Да, нет обратной связи. Председатель Республиканского Союза защитников Григорий Агре не согласился с критикой и считает, что обратная связь есть. И по оформлению документов, и по возведению памятника погибшим гвардейцам в Рыбницкой воинской части. Вместе с тем он подтвердил, что финансирование организации оставляет желать лучшего. Мы все-таки обращаемся к вам, и как председатель Верховного Союза, и как депутата Верховного Союза города Рыбницы, чтобы вы выступили с законодательной инициативой о финансировании с республиканского бюджета наиболее значимых общественных организаций и объединений. Участники боевых действий в целом удовлетворены работой Рыбницкого исполкома Союза защитников Приднестровья за отчетные три года. Ребятам тяжело работать, поддержки нет. Ну, сколько не могут, столько делают, конечно. Выполняют свои, обращаются люди, помогают кому надо. По возможности, конечно. Так как работа Союза защитников Приднестровья проходила в очень сложное время, и мы, как знаем, у нас кризис, и финансовое положение очень плохое, я думаю, что можно признать ее удовлетворительной, ну, с большим натягом. Сказывается, что слабое непонимание ситуации нашими ребятами, ну, то есть, как бы, понимание есть, но более тонко надо подходить ко всем вопросам, как в жилищных условиях, так и в оказании медицинской помощи бесплатной, ну, и всего остального. Удовлетворены, конечно. Можно было сделать больше, но всю обстоятельность не все можем сделать, но стараемся. Глава госадминистрации города и района Юрий Платонов отметил, что в отличие от НПО, которых спонсируют западные фонды, у патриотических организаций денег нет, и в бюджете их также нет. Поэтому нужно активнее искать спонсоров, которые помогут защитникам в проведении мемориальных и других мероприятий. Спикер Приднестровского парламента обратил внимание присутствующих на то, что защитники должны быть более активными в отстаивании своих интересов. В прошлом САЗЭВе было 12 депутатов городского совета, которые представлены от Союза защитников. В этом году только один. И не в подарках дела, и в дом, а в том, насколько активно работают те или иные депутаты, насколько вы, защитники, поддерживаете своего товарища, своего коллегу, для того, чтобы он стал депутатом и представлял ваши интересы в городском совете. Спикер отметил, что за последние годы лишь единицы к нему обратились за помощью, но никому не отказывал в поддержке. Я готов еще помочь из личных средств, из средств других моих возможностей, я никогда не отказывался. Мы не должны, самое главное, потерять память о нашей защите. Забыть тех людей, которые остались сегодня сиротами, тех людей, которые остались в доме и родители остались без этих. Я думаю, что такой мощной общественной организации для того, чтобы человек с нашими другими, даже в не всех тех проблемах, которые есть, эти вопросы мы не просто должны, мы обязаны решать. И для этого должно быть главное в себе защите. В завершении конференции участники общественной организации снова выбрали председателями сполкома Алексея Помогаева. Продолжение следует... Продолжение следует...